Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Слово в неделю святых жен Мироносец. Нынешний воскресный день в чине церковного называется неделею жен Мироносец, то есть тех учениц Господа Иисуса Христа, которые после крестной смерти Его в третий день рано утром приходили на гроб Его с ароматами и миром, то есть благовонную мастью для помазания живоносного тела Его. Между Мироносецами у всех евангелистов прежде всех упоминается Мария Магдалина, из которой Господь прежде страданий и смерти своей изгнал семь бесов. За ней другая Мария, матерь апостола Иакова и Иосии, Саламия, матерь апостолов Иакова и Анна Богослова, и Анна, жена Хузы, домоправителя Иродова, Сусанна и Марфа и Мария, сестры Лазаревы. Все они столь искренне были преданы Господу Иисусу Христу, что служение Ему почитали высшую свою обязанностью и величайшим счастьем. Все они, кроме Марфы и Марии, были спутницами Господа Иисуса Христа во время путешествия Его по Иудее и Галилее с проповедью о Царстве Божием. Учились у Него вере и святой жизни и, владея достаточными жизненными средствами, служили Ему в земных нуждах от имени Своих. А Марфа и Мария, сестры Лазаря, не сопутствуя Ему, часто принимали Его к себе в дом и здесь выражали Ему свою любовь, преданность и благодарность в заботливом угощении и усердном внимании Слово Его. Последнее посещение Господом семейства Лазарева, благодарная любовь Марии извелась в том, что она, взявши фунт чистого нардово драгоценного мира, воздела его на главу Господа Иисуса. И таким образом, еще прежде смерти и погребения Господа вступила в чим мироносец. О ней Господь сказал, где не будет проповеданной Евангелисе во всем мире, будет сказано и о том, что она сделала в память Ее. Это властное пророческое Слово Творца веков исполняется доселе при чтении Евангелия во всех церквах в прославлении усердия Ее к Иисусу Христу, как и прочих мироносец. Во всей справедливости Святая Церковь щит память их, воздавая должную дань хвалы их вере и горячей любви и преданности ко Господу, которого непрестанно преследовала зависть и злоба первосвященников и книжников и старейшин иудейских. Святая Церковь, примером мироносец, научает и нас искренней вере, горячей любви и неизменной преданности Господу Иисусу Христу, продолжение всей жизни, во всяком состоянии, среди всех превратностей мирских, в счастье и не в счастье, в скорби и радости, в богатстве и бедности, в здравии и болезни, в тишине и буре душевной. Вера христианина, личная, живая вера, на Евангелии основанная, есть истинная мира для Господа. Он всегда утешался и ныне утешается простотою веры в людях и щедро награждал и награждает чудесными дарованиями тех, в ком ее обрем. «Вера твоя спасла тебя, иди в мире, иди, и как ты веровал, да будет тебе, по вере вашей будет вам», — говорил он веровавшим. Но не веря, с другой стороны, сильно огорчала Господа и отрывала от человека в дары его благости. «О род неверный и развращенный, доколе я буду с вами, доколе буду терпеть вас», — говорил он неверным и маловерным. И неверие связывало, так сказать, руки всемогущему. Святый евангелист Марк замечает, что Иисус Христос в Отечестве своем, Назарете, не мог совершить никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их и дивился неверию их. Веру же, несомненно, христианин в Господа, в Его благость, всемогущество, премудрость вездесущая. «Проси, немало не колеблясь, что нужно на потребу, и получишь все, — говорит Господь, — о чем попросите в молитве с верою, получите». Итак, пусть будет твоим миром для Господа живая вера. Приноси Ему всякий день в дар этого мира веры, исповедуя грехи свои, удаляйся от дел тьмы. Твори дела света, и вера с покаянием оправдает Тебя и покажет Тебя причастником вечной славы. Побеждай и рассеивай сомнения, возникающие в Тебе, и навеваемые на Твою душу духами лукавства или людьми неверующими. Отрывай неверие господствующее в мире, будто человек сотворен не по образу Божьему, будто нет домостроительства спасения человеческого, будто нет воскресения, бессмертия и суда, будто участь человека по смерти будет подобна участи животного, будто со смертью человека все кончится. Держись, Евангелие Церкви, этого непоколебимого столпа истины, которую и врата адовые не одолеют вовеки. И блажен будешь своею верою. С верою соединяй упование на милосердие Божие, на его благопромыслительное попечение о Тебе и о всех людях, на исполнение обетований и предречений Божественных в Священном Писании, предречений Божественных, о воскресении мертвых, о страшном суде, о воздаянии праведникам и грешникам, с упованием соединяя любовь и добрые дела, надеясь получить великие нетленные бесконечные блага. Удаляйся от всякого греха и твори святыню в страхе Божьем, ибо без святыни никто не узрит Господа. Сподобляйся милости от Бога, будь сам милостив, и вот это будет как бы твое мира Господу. В Евангелии Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа есть весьма утешительные для нас, бесценные для нас, истинные, как ей и аминь слова. Поскольку сотворили одному из сих братьев моих меньших, мне сотворили. А что мы можем делать для меньших братьев Господа Иисуса? Алчущего напитать, жаждущего напоить, одеть нагого или того, у кого нет необходимой и приличной одежды, посетить больного, помочь его выздоровлению, посещать заключенных в темницах, погребать умерших в бедности. То есть любовь наша к ближним. Вот мира для тела Господня. Христиане – тело Его. Церковь есть – тело Его, говорит апостол. Вот где наша мира. Понесем же это мира к меньшей братье Христовой, как бы к самому Господу. И будем ходить с Ним, пока есть дыхание в устах наших. И Господь непременно примет это духовного мира, пренебесный и мысленный свой жертвенник воню благоухания духовного и наградит за него вечную памятью Своею. И примет нас вечный покой и славу Царствия Своего Небесного. Будем делать каждый по силам своим добрые дела. А кто лишен возможности делать дела милости, тот плач о грехах своих, о том, что прогневляешь ими часто Господа. И твои слезы будут мира для Господа. Ты точно как бы помажешь ими тело Его. И благоухание от них разольется в душе. И сам Господь снизит в нее. И обоняет благоухание твое сердечного сокрушения о грехах твоих. И прощение грехов подаст тебе. И наследникам Царствия Небесного соделает тебя по написанному. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. То есть там, на небесах. Еще скажу нечто очень утешительное для благочестивых. Те из вас, которые погребают умерших в бедности и благочестии, и молятся об упокоении душ их. Те, как бы самого Христа, снимаются крестом вместе с Иосифом. Как бы его причистое тело погребают. Им будет награда на небесах. И скажет им Господь. Поскольку сотворили одному из сих меньших, мне сотворили. Вы погребли на свое иждивение такого-то или таких-то бедных и убогих. Вы мне это сделали. Придите, наследуйте уготованное вам Царствие от создания мира. Вот какое назидание и утешение приносит нам возлюбленные Неделя Мироносец и Праведного Иосифа. Подражайте же Мироносецам и Праведному Иосифу. Аминь. Святой Иоанн Кронштадтский.